Привет, друзья! Вот мы и провели лучший в мире вебинар сегодня. На самом деле, нам удалось сделать невероятное. На самом деле, оказывается, там вот выступал Алексей, который три года применяет метод ключа и не может решить свои вопросы. Спасибо, Алексей, всё раз за этот важнейший вопрос. Потому что, оказывается, некоторые люди, которые получают пользу, как Алексей рассказывал, получаю пользу, мне становится легче, лучше. А вот тот вопрос, который для меня очень важен, я никак его решить не могу. А там было с иностранным языком связано, и всё с чем-то связано, с семейными отношениями связано. Волнует его вопрос. А он не догадывался связать это с методом, с этими инструментами, которые ему в жизни помогают лучше себя чувствовать, а связать волнующие вопросы с этими инструментами этого метода, с разгрузкой, перезагрузкой, хлёст руками по спине, с моделированием счастливых моментов в жизни, которые ему помогают три года. Да, вот он говорит, ну, как бы я бы иначе три года бы и не делал. Но вот это вопрос, который его волнует. Его же и надо было задавать себе в этот момент. И переходить от того, что ты теоретически знаешь, как мой метод хороший, и практически на себе его испытываешь, раз он тебе помогает, ты его три года используешь. Ну, связать одно с другим, вот это же важный момент. Это же инструменты, которые не сами по себе помогают. Да, они сами по себе помогают. И разгрузка, и перезагрузка, и сихрогимнастика, и рефлекторные приёмы, всё это помогает. Ну, а это же самый главный инструмент. Это же самый главный инструмент, связать с именно волнующим вопросом, как физкультуру тоже люди делают. Вот есть у них жизненно важные вопросы, а есть физкультура для здоровья. Они не связывают. Ну, потому что логически трудно связать сразу, кто не в теме. Трудно сразу логически связать, какое имеет отношение, например, йога, к решению задач математических или изобретательских. А мы тут связали истощение, как восстановиться и как решать именно волнующие вопросы. Именно связали, потому что это лучший вебинар, потому что здесь как раз-таки мы лучшую игру придумали. Как дети, когда у нас дети играют, мы понимаем, что у них полнота сил, энергии, поэтому они всё время играют. Мы им говорим, не шали, не играй. Они как раз находятся в этом первозданно творческом состоянии. И когда человек мечтает, он находится в творческом состоянии. Он создаёт себе образ будущего. Он выходит из этой рутинной бытовщины дня, из своих страхов, комплексов, стереотипов. На эту бесконечность, там нет границ. И ребёнок играет, он полон энергии. И самое оптимальное состояние, внимание, друзья, это состояние как раз-таки, когда ты играешь. Но в данном случае играешь свою роль, а не чужую. А какая игра твоя? Твоя личная игра. Это та игра, когда ты был счастлив, например. Когда ты воспроизводишь это состояние счастья не только в памяти своей, но и сопровождаешься действиями. Это элемент ключ-2. Потому что ключ-2 находится в области, где мы используем уже не только расслабление, а используем и пихенапряжение, и игру. Когда ты был счастлив, вспоминаешь этот момент, сопровождаешь это теми действиями, которые тогда делал. И отрываешься от этой рутины, и переходишь рывком, скачком в это состояние полноты энергии. Творец – это кто? Это бесконечность, безвремение. Это же состояние безграничности. Состояние Творца. И ты, когда это делаешь, и задаешься теми волнующими себе вопросами, ты находишь сверстения. Потому что ты их решаешь. Потому что ты в состоянии Творца великий изобретатель, где тебя не ограничивают ни комплексы, ни другие моменты эго. И ты становишься альтруистом, ты становишься человеком. И засыпаешь лучше, понимая, что ты как человек, когда ты задаешься главным вопросом, чем помочь людям, чем помочь человечеству. Я сегодня счастлив. И Алексей решил этот вопрос. Он из теории перешел в практику. Это очень важный момент. Барьер преодолевается. И ты можешь решить любой вопрос. Конечно, любой вопрос, который тебя волнует. Но соединить это надо одно с другим. И инструменты, методы, ключ с вопросами, которые вас волнуют. И сразу получаете результат. Но это очень интересно. Игра в Бога. Если кто новичок, они знают, о чём я говорю, и его корёшат, как это Бога играть? Да что вы! Да в чёрт играть не надо! В Бога можно! Потому что это творец, это любовь, это сопереживание, это сотрудничество, это коллективное творчество. Это то, что людей объединяет. Гармонизирует не только человека внутри себя, но и его личные отношения с окружающими. В семье, с друзьями, с детьми, с женой, с мужем, с братом, с товарищем. Да. И даже с тем человеком, которого вы не знаете. Вы же делаете посты свои, вы делаете свои видео. Используйте там этот момент. Это вебинар был. Но такого вебинара никогда в мире не было. Я как специалист глубокий, очень большой специалист в психологии, и в медицине я в своей психотерапии сколько лет занимался, и гипнозом занимался, и иглотерапией занимался, я и художник, и спортом занимался, и чемпионом мира воспитывал, и олимпийских чемпионов. И я вам говорю, состояние свободы. Состояние раскрепощения, освобождение от штампов и стереотипов. Вот это состояние Творца. Почему бы не поиграть к Богу? Конечно. Поиграть в эту бесконечность, поиграть в эту безмятежность, выйти из состояния шторма мысли на градусники напряжения до состояния нуля, безбрежности, бесконечности, с помощью этой волны по зеленой зоне, с помощью думы, о чем думается, и делай, как делается, как комфортнее делается, ищи приятные действия, никакого насилия над собой, дай себе свободу, лечиться можно только свободой, созидать можно только свободой, изобретать можно только свободой, дарить можно только свободой, Тогда ты из эгоизма выходишь в состояние альтруизма. Ты даришь, даришь, сопереживаешь, творишь, создаешь, когда ты думаешь не только о себе, но и о ближнем. И когда ты думаешь о человечестве, сегодня очень важный момент. Потому что мы снова в эпохе перемен. Мы снова в эпохе, когда у нас обрушилась неизвестность. И все растерялись. Мы все на десятке, на шторме. А нам надо выйти в баланс. А это градусное напряжение. Ну так что, друзья, я счастлив. Потому что у нас получилось. Поэтому я и говорю, это лучший в мире вебинар. Потому что все психологи советуют в последние годы играть взрослым. Вспоминать себя, как в детстве они играли. Было полно энергии. Играли. Так мы же на этом вебинаре сегодня. Почему лучше в мире? Потому что я предложил играть в свою игру. Вспоминать свои счастливые моменты. Воспроизводить их не только по памяти, но и в действиях. Моделирование называется, еще раз повторюсь. И соединить эти инструменты с волнующими вас вопросами, жизненными вопросами. С этой высочайшей точки зрения. С точки зрения творца. Это и есть состояние творчества. До встречи, друзья. До встречи, друзья.